Чем ближе Олимпиада, тем громче звучат голоса тех, кто сомневается в ее успешном проведении. Мы насчитали 5 главных рисков Олимпиады. В ходе подготовки к Олимпиаде произошло несколько ЧП. Шторм смыл строящийся грузовой порт. Обрушился тоннель при возведении дублера курортного проспекта, из-за чего просел жилой дом. Дважды была затоплена Олимпийская инфраструктура, автодороги и вокзалы. Два раза размывала береговые укрепления Олимпийского парка. Низкое качество строительства объясняется нарушением технологических норм и правил. К примеру, стадионы в Эмеретинской низменности построены на болоте. На этом болоте, где нет дна, где Сталин не хотел даже строить аэропорт, потому что ему геологи сказали, что поплывет полоса. Построены огромные вот эти шесть, не до конца построены, построены шесть вот этих огромных стадионов. Их строили без должной документации, геологи отговаривали их там строить. И то, что будет после Олимпиады, одному богу известно. Возможно, что они развалятся. Спортсмены, участвовавшие в соревнованиях на Олимпийских объектах, отмечают крайне низкий уровень организации спортивных мероприятий. После трудного пути сюда мы прождали несколько часов в аэропорту. Много раз показывали паспорт, фотографировались сами и фотографировали винтовку. Ждали, пока ее занесут в реестр. Я не знаю, что тут изменится за год, но пока думаю, что Сочи пустая трата денег и олимпийским духом тут и не пахнет. Отсутствие в Сочи специалистов мирового уровня по курортному делу и организаторов массовых мероприятий не оставляет никаких сомнений в том, что неразбериха станет визитной карточкой Олимпиады. В России нас встретили кошмарно. Все неорганизовано. Бардак. Приехали в семь вечера в аэропорт и пять часов торчали в очереди, чтобы проверили винтовки. Собственные энергомощности Сочи покрывают лишь потребности города. Организаторы рассчитывают компенсировать дефицит, получая электроэнергию тепловых электростанций из-за гор. Насколько это надежно? Ведь только в течение одного 2012 года по причине плачевного состояния сетевого хозяйства в Сочи произошло более тысячи отключений электричества. При дефиците энергии приоритет будет отдан олимпийским объектам, а город останется без света. Мы имеем риски того, что мы Олимпиаду в городе Сочи будем встречать в потемках. Соревнования по зимним видам спорта на открытом воздухе должны пройти в Красной Поляне. Февраль 2013 года в этой местности был отмечен особенно высокой дневной температурой воздуха. С 7 по 23 февраля, то есть ровно за год до Олимпиады, она составила 8 градусов тепла. Есть вероятность того, что к потеплению привели хищническая вырубка леса и строительство тоннелей дороги Адлер-Красная Поляна. По сути, дорога стала трубой, по которой теплый воздух с Черного моря накачивается в ущелье Красной Поляны. Потепление климата означает, что Красная Поляна перестанет быть зимним курортом и все инвестиции окажутся выброшенными на ветер. Сочи никогда не отличался европейским уровнем сервиса. За два дня в трех магазинах из трех нас пытались обмануть. На претензии ответили словами. А что вы думали, в сказку попали? Цены на товарах оказываются ненастоящие, а чековый аппарат внезапно ломается. И как потом оказывается, сумма пробитого стала в десятки раз больше, чем купленного. За летний сезон, значит, 3 800 мы туристов проимели. В Сочи это что-то абсолютно ужасное. Спортсменов по 6 часов держат на таможне. Потом не отдают винтовки. Логистика адская. Организация отвратительная. Нет электричества в пресс-центре. Везде грязь и стройка. Я в аду. Россия готова к проведению зимних олимпийских и паралимпийских игр в 2014 году. И вся олимпийская семья будет чувствовать себя в Сочи как дома. Сочи как дома.